Библейский портал экзегет.ру представляет 11 глава второго послания к Коринфянам, библейский портал экзегет. Трудная глава, никак не хочется ее читать. Павел в ней какой-то нервный. И мы говорили в прошлый раз, читая 10, что очень может быть 10, 11 и дальше, они присоединены, что это то самое резкое послание, которое Павел упоминает в более ранних главах, и про которое он даже говорит, что вот я огорчился, когда вам его написал. И здесь Павел действительно с Коринфянами говорит гораздо жестче, чем говорил раньше. И поэтому мы можем судить, что, наверное, это просто разные тексты, соединенные вместе, но наверняка никто не знает. «Нужно вам немного потерпеть мою неразумность». А, впрочем, вы и терпите. «Я вас ревную ревностью Божией, ведь я вас, как чистую деву, просватывал единому мужу Христу». Вот он переходит от такого спокойного размышления о вере к очень энергичному, может быть, и такому полемичному стилю, где он говорит, ладно, я для вас неразумный человек, я для вас дурачок, потерпите. Я сейчас скажу что-то очень важное. «Я вас ревную, потому что я вас просватывал единому мужу». То есть вот Коринфская община – это церковь, это невеста Христа, и он, собственно, заключил этот брак. И что же получилось? «Некогда змей хитростью обольстил Еву». Естественная история из начала книги «Бытия», «Грехопадение». «И, боюсь, как бы не растлилось и ваше сознание, обращенное ко Христу». «Если кто придет и станет проповедовать иного Христа, чем мы проповедовали, если примете иного духа, нежели приняли прежде, или услышите вы иное Евангелие, вы будете к такому вполне терпимы». Вот его претензии уже высказаны вполне ясно. Он не говорит, что же там произошло, но он говорит, в чем суть этой проблемы. Они готовы принять другое Евангелие, вероятно, от каких-то других проповедников, и дальше он их упоминает. Он, кстати, не уточняет, какое другое Евангелие. Он вообще очень критичен к вещам, которые не надо называть, не надо их описывать, не нужно копаться в том, что на самом деле плохо. Нужно говорить о хорошем. Но для начала он должен утрудить свой авторитет. Почему это он говорит о хорошем, а не кто-то другой? «Полагаю, что ничем не уступаю этим чрезвычайным апостолам. Может быть, в слове я не силен, но к знанию это не относится, и вы всячески во всех обстоятельствах в этом убедились». То есть есть какие-то суперапостолы, которые каким-то образом подвергают авторитет Павла сомнению, которые, может быть, говорят лучше, чем он. Он это признает, но что он не очень силен в слове, но в остальном-то он ничуть не хуже. «Может быть, в слове я не силен, но к знанию это не относится, и вы всячески во всех обстоятельствах в этом убедились. Может быть, я согрешил, смиряя себя, чтобы вас возвысить, даром проповедовал вам Евангелие Божие. Другие церкви я обирал, получая от них содержание за то, что служил вам. А когда был у вас, то даже нуждаясь, никого не обременял. Нужду мою восполнили братья, пришедшие из Македонии, а я следил и буду следить, чтобы не быть вам в тягость». Здесь он говорит об очень простой вещи. Он не брал денег с каримских христиан, ему надо на что-то жить. Он приехал туда, он там живет даже больше года. И вот он не брал в Каримфе денег. Ему помогали из Македонии, из соседней провинции его братья. И здесь он так вот им говорит, а то, что это было бесплатно, вас что ли обидело? Надо было деньги с вас брать? Ну да, если бесплатно, то вроде как и не надо. Когда деньги, то возникает какое-то уважение. Вот в этом что ли проблема, говорит он? Есть истина Христова во мне. Она подтвердит, что в краях Ахаи не отнять у меня этой похвалы. Отчего же так? От того, что не люблю вас, Бог знает, как люблю. То есть, смотрите, он не стесняется говорить о тех вещах, которые, может быть, мы обычно прячем, если мы что-то сделали бесплатно, зачем об этом отрубить. Но для него это вот часть отношений с этой самой каримской общиной. Он говорит, это только от моей любви. Так поступаю и буду поступать. Тем, кто только ищет повода к похвальбе, не подам поводу утверждать, мол, они ничем не отличаются от нас. Имеется в виду, что вот какие-то апостолы, суперапостолы, в кавычках, которые туда пришли, видимо, брали деньги. С Коринфиной он говорит, так что же, дело только в том, что я бесплатно, а не за деньги, так это скорее в мою пользу говорит. Такие люди, лжиапостолы, трудятся они нечестно, а христовыми апостолами лишь притворяются. Неудивительно, ведь и сам сатана может притвориться ангелом света. Так великое ли дело, если его служители притворяются служителями праведности, но ждет их конец, который они сами заслужили своими деяниями? Снова скажу, не считайте меня неразумным, а уж если сочтете, то и примите как неразумного, а я немного похвастаюсь. Вот, очевидно, его как-то критики унижали, считали его глупым, и вот он говорит, ну хорошо, глупый-то глупый, а раз я глупый, мне можно хвастаться. И что стану говорить, скажу не от Господа, но как бы в неразумном увлечении похвальбой. То есть до сих пор он выступал как апостол, а вот тут его явно это задело, и он рассуждает просто как человек с какими-то даже странностями, с какой-то вот неразумной такой похвальбой. Раз уж многие по-плоцки хвастаются, похвастаюсь и я. Ведь вы, разумные люди, охотно терпите неразумных. Терпите, когда кто вас порабощает, объедает, распоряжается вами, или важнее, что их лещит по лицу. Он явно здесь ссылается на каких-то этих самых суперапостолов, которые, в кавычках, которые пришли в Коринф и начали тут наводить свои порядки, причем очень жестким образом, но, по сути дела, воспользовались коринфинами как каким-то своим. Человеческим ресурсом, чтобы получить там прибыль, или чтобы проявить над ними всячески свою власть. Со стыдом признаюсь, что тут мы бессильны. Ну, не могу я вас лупить и объедать. Ну, не получается у меня. Какой позор, какой кошмар. Вот совсем не то, что надо. Вы же любите, чтобы вас лупили. Но если у кого есть такая дерзость, то и у меня, говорю, в неразумии... Да, он подчеркивает, это я... Не принимайте это всерьез, это я дурака валяю. Ну, вы же хотите так поговорить. Говорю в неразумии ее не меньше дерзости. Они евреи. Я тоже. Израильтяне. Я тоже. Семя Аврамова. Я тоже. Да, про этих суперапостолов. Служители Христова. В безумии скажу. То есть, не всерьез, не всерьез. Я маску надел, я играю, но надевая эту маску, Павел все-таки играет очень важную для него роль. Он что-то важное говорит. В безумии скажу. Тем более я. Я больше трудился. Больше бывал в заточении. Претерпел куда больше побоев. Часто был на краю гибели. А при чем здесь это, можно его спросить? Да что у него это всерьез? Вот когда человек других порабощает, объедает, получает деньги, можно задуматься, что это выгодно. А вот когда он только побои за это получает, то ясно, что уже ничего кроме сути этого дела его не интересует. От иудеев. Я пять раз получил по 40 ударов без одного. 40 ударов – это такой предел, обозначенный в книге «Второзаконие», 25 глава. Ну, чтобы не изувечить человека, а на практике давали 40 без одного, потому что вдруг ошибутся в счете и дадут случайно 41. Поэтому лучше ошибиться в меньшую сторону, не нарушить закон. «Трижды бит римскими палками, единожды камнями». Вот не все эти случаи, но некоторые из них описаны в книге «Деяний» в разных местах. То есть ничего тогда апостольская награда. Пять раз его иудеи бичевали, трижды римляне, и один раз попытались побить камнями. Это описано, кстати, в 16 главе в книге «Деяний», простите, в 14, да, в 16 как раз побиение римскими палками. «Трижды я терпел кораблекрушение», в книге «Деяний» тоже одно из них написано, но это уже произошло после этого послания. «И целые сутки меня носило по открытому морю». То есть мы даже не все знаем, в книге «Послание» не все из этого есть. «Постоянно я в пути, где опасностью грозят реки, опасностью разбойники, опасностью свои, опасностью чужие, опасность в городе, опасность в пустыне, опасность в море, опасность от лже-братьев». Да, то есть те, кто якобы свои, на самом деле чужие. «А я в трудах и терзаниях, постоянно без сна, без пищи и питья, постоянно пащусь и мерзну раздетый. Пащусь не потому, что очень благочестив, а потому, что есть нечего. А ко всему тому гнетет меня забота обо всех церквах. Если кто-то обессилел, не бессил ли и я? Если кто-то соблазнился, разве я не пламенею?» Вот его история. То есть человек, что комментировать, который, во-первых, очень много страдает, который не бросает своего труда, потому что видит перед собой великую цель, но который еще и очень сочувствует, который теряет силы, если потерял силу кто-то другой из христиан, какая-то община. А когда впадает соблазн, он пламенеет, он загорается, он не может обойтись какими-то общими словами. Так кто он после этого по сравнению с этими апостолами, которые, в кавычках, которые пришли объедать и опивать Каринфин? «Если уж нужно хвалиться, похвалюсь тем, в чем я немощен. Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, во веки благословенный знает, что я не лгу. В Дамаске наместник царя Ореты сторожил городские ворота, чтобы меня схватить, но меня спустили в корзине из окна в городской стене, и так я избежал его рук». Это история, которая описана в книге «Деяний», но не очень подробно. Здесь он такую комедийную историю описывает. Очевидно, дом, который стоял на городской стене, окно выходило наружу, его в корзине на веревке спустили. Какая-то такая картинка, может быть, немножечко глупая, но вот он не хвалится своими достижениями, он хвалится тем, какое унижение его постигло за проповедь Евангелия. Для него это важнее. И, собственно, только оно и служит свидетельством того, что он это всерьез, он это не ради денег, славы, почестей, каких-то возможностей что-то получить, а просто ради Христа и ради тех людей, которым он эту весть несет. Субтитры создавал DimaTorzok